ПРОЗАИЧЕСКИХ КНИГАХ И хотя Нестору Пилявскому тоже, мне кажется, больше подходит звание поэта, а не прозаика, подобное определение его новой книги все же является не совсем точным. И не столько потому, что в нем обычно присутствует слегка пренебрежительный оттенок, мол, человек на время оторвался от легкомыслного составления слов в столбик и взялся за сочинение чего-то более весомого и солидного, вроде романа. А просто в применении к Нестору куда более правильно говорить о прозе Декадента. И каждый, кто даже еще не успел открыть его книгу, а просто хотя бы подержал ее в руках или даже мельком бросил на нее взгляд, думаю, полностью со мной согласится. Книга называется «Почти никого». Вышла она в издательстве с не менее говорящим названием «Опустошитель». Но я все равно, пожалуй, не буду сейчас углубляться в то, что значит в наши дни быть Декадентом. Поскольку все, кто в столь непростое время, в условиях эпидемии, карантина, минуя кордон и полиции, по поддельным пропускам, под покровом темноты, закоулками, с риском для здоровья и жизни, наконец, все же решился на посещение этой презентации, тоже и почти наверняка является Декадентом. И поэтому знает это не хуже меня, нисколько в этом не сомневаюсь. Декадентство, кстати, в советские времена тоже считалось чем-то типа инфекционного заболевания. Писатели-декаденты, как минимум, не переводились и не переиздавались, а отдельные, образно выражаясь, особо инфицированные их произведения и вовсе содержались в специальных хранилищах, подвалах, библиотеках, в полной изоляции от внешнего мира, дабы никто, не дай бог, от них не заразился. Сегодня невольно напрашивается именно такая аналогия. Мне, тем не менее, все эти радикальные меры предосторожности не помогли. Видимо, я уже с детства была к такому недугу предрасположена и, к тому же, абсолютно не следовала многочисленным предписаниям и рекомендациям, не соблюдала элементарных санитарных норм, так сказать. Однако в целом, как потом выяснилось, опасность этого явления была сильно преувеличена. Для подавляющего большинства живущих ныне людей нахождение рядом с декадентскими живописными полотнами в музеях, просмотр декадентских фильмов или же чтение декадентских книг, по моим наблюдениям, не представляет совершенно никакой угрозы. Даже непосредственный контакт с декаденткой вроде меня не способен оказать на их самочувствие или хотя бы настроение какое-либо ощутимое воздействие. Каждое лето, в частности, приезжая к себе на дачу, я снова и снова в этом убеждаюсь. У всех моих соседей там однозначно имеется на декадентство врожденный иммунитет, причем как у взрослых, так и у их многочисленного потомства. С годами я научилась уже с первого взгляда практически безошибочно определять его счастливых обладателей. По набору ряда чисто внешних признаков, слегка квадратному строению черепа, тембру и проникновенному звучанию голоса, печати своеобразного просветления на лице, блуждающей по нему приветливые улыбки и излучающим доброту глазам. Хотя как-либо систематизировать такие черты крайне сложно, так как они имеют мало общего с описанными в свое время ламброзу, например, а гораздо более разнообразной. Просто посмотришь на человека, и сразу становится ясно, что он низше не читал, допустим. Невольно складывается такое общее впечатление, а конкретные детали в данном случае не так уж и важны. На даче я у себя на участке, ближе двух метров к ограде, стараюсь не подходить. Однако и на расстоянии, не только утром или днем, но и вечером в полусьме белькающие за ней тени совершенно не похожи на кровю Роберцеля. Да хотя бы это зимой помню. Я шла по Клодногвардейскому бульвару и своими глазами видела растянувшуюся вдоль манежа очередь на выставку классиков социалистического реализма Дейнеки и Самохвалова. Она на следующий день закрывалась, как я вот после узнала. Считая количество стоявших там человек, я даже не пыталась, поскольку мне и так с первого взгляда стало понятно, что их число, по крайней мере, не меньше размера тиража моей книги, которая как раз незадолго до того вышла из печати и как будто провалилась в пустоту, не получив вообще никаких критиков, откликов критиков и читателей. Тут и специальных социологических опросов или статистических исследований проводить не надо, я считаю. Одного этого факта уже достаточно, чтобы убедиться в наличии у современных людей коллективного или же, как его часто теперь называют, стадного иммунитета к любым проявлениям болезни, которая еще совсем недавно, казалось бы, пробуждала панический ужас в личностях, лихорадочно пытавшихся навязать массу, в том числе и творчество двух этих даунов в качестве здоровой альтернативы полезной духовной пище и лекарства от нее. Стоит мне на прогулке сесть на скамейку и достать заранее приготовленный батон, как к моим ногам слетается целая стая голубей, топчутся вокруг, собирают крошки, курлычат, между собой особенно не долкаются, но, может, кто крыльями пару раз взмахнет, чтобы отогнать конкурента от кусочка булки, а в остальном все тихо и спокойно. Одним словом, голуби – самая миролюбивая птица на свете. Это, конечно, замечательно, но какие-то они слишком простые и предсказуемые, что ли. Когда на них смотришь, на ум приходят исключительно мысли о добре, взаимопомощи, любви к детям, природе, солидарности трудящихся и дружбе народов. А их манера неизменно оказываться первыми возле кормушки чем-то даже напоминает мне поведение так называемых грантоедов в искусстве, те художественные проекты которых тоже обычно сводятся к чему-нибудь высоконравственному и высокодуховному. Такому, чтобы никто, не дай бог, не усомнился в пользе, какое они своим творчеством приносят людям, и налоговая инспекция потом не смогла доебаться до тех, кто выделил им заложенные в бюджетную поддержку культуры бабки. С этой точки зрения вороны мне все-таки нравится больше. Во-первых, они являются ближайшими родственниками ворона, которых знаменитый поэм Эдгар Ход периодически выкрикивал слово «Nevermore». Раньше я вообще считала, что этот ворон тоже является вороной, только мужского пола, но потом узнала, что это не совсем так, и они представляют собой его как бы слегка уменьшенной копии, больше приспособленной к жизни в городской среде. О чем эта поэма, я уже сейчас толком не помню, но зловещий образ ворона навсегда врезался мне в память с самого первого раза, когда я ее прочитал. Мало того, сегодня я успела по событию содержание остальных произведений по, так что от всего его творчества, в сущности, у меня в мозгу на ней остался один ворон, который постепенно как бы слился с самим поэтом, полностью его вытеснив, изменив собой. Поэтому, думаю, не будет сильным преувеличением сказать, что встречая теперь где-нибудь в парке ворон, я невольно начинаю представлять себе, будто передо мной скачут по земле и порхают с ветки на ветку сразу несколько маленьких Эдгаров По, каждый из которых время от времени, если хорошенько прислушаться, выкрикивают «Невер мау». Естественно, мне как декадент и было бы гораздо приятнее гарнизовых коллег, а не голубей. Но они, увы, как правило, не проявляют никакого интереса к принесенной мной еде и равнодушно взирают издалека на обступивших меня голубей с аппетитом поглощающих разбросанной вокруг крошки. Даже не знаю, в чем тут дело. Возможно, они предпочли бы, чтобы я принесла им не хлеб, а фрагмент человеческого скелета, пару ребер или даже чью-нибудь черепушку с кладбища, где, я слышала, вороны обожают селиться. Такое лакомство им бы наверняка больше пришлось по вкусу. А может быть, эта мысль терзает меня сильнее всего, мой наряд кажется им чересчур будничным и достаточно выразительным, чтобы они могли опознать во мне близкую себе по духу писательницу и в окружении голубей и окажусь им кем-то вроде спонсора грантоедов или же еще хуже, членом комитета мэрии по культуре. И они смотрят на меня так же, как обычно гляжу на подобных персонажей я, предпочитаю держаться от них как можно дальше.